Игривые балалайки, звуки рожка и утренней свирели, яркие краски на музыкальном холсте, где раскинулось бескрайнее русское поле и шумят своенравные реки. Академический русский народный оркестр имени Николая Осипова – один из лучших коллективов не только в России, но и в мире. Его история началась еще в 1919 году и связана с именами выдающихся музыкантов Бориса Трояновского и Петра Алексеева. За свою почти вековую историю оркестр дважды начинал жить с нуля. В июне 41-го, в самом начале Великой Отечественной войны, оркестр был расформирован, большинство артистов ушло на фронт. Но в 1942 году правительство принимает решение о восстановлении коллектива. Вместе с инспектором оркестра его руководитель Николай Осипов начинает разыскивать и возвращать музыкантов. Сегодня за дирижерским пультом Владимир Андропов. Под его руководством играет 75 человек. Гусли, балалайки, домбры и даже жалейки – пастушеские рожки. Под их былинные перезвоны на сцене оживают знаменитый чардаш, пляска скоборохов и музыка из фильмов Федерико Ферлини. Оркестр большой, оркестр имеет традиции, очень давние традиции, хорошие традиции. И я стараюсь не нарушать их, потому что кто не помнит прошлое, то его нет будущего. Вместе с оркестром на сцене дворца выступили солисты оперной труппы Большого театра Дарья Зыкова и Александр Захаров, а также музыкант Марин Герас, знаменитый на весь мир своей виртуозной игрой на нае. Вот мы играли, допустим, в Нью-Йорке, в Париже, в Страсбурге, в Варшаве, где бы мы ни играли, в зале Чайковского. У меня одни и те же эмоции. А у меня сегодня были еще большие эмоции, потому что я много лет уже в Молдавии, и много лет был тут у вас, но я впервые выступил в вашем прекраснейшем уютном зале. Такому дебюту на приднестровской сцене зрители были рады. Такое высокое мастерство исполнительское, что у солистов, что у музыкантов, слушаешь на одном дыхании и даже боишься шелохнуть. Невозможно что-то такое отделить от другого. Вот хочется еще, еще и еще. Мы здесь живем люди разных национальностей, и мы очень бережно храним свои традиции национальные, свои национальные особенности. Но у каждого приднестровца две родины. Одна маленькая, родная, наша приднестровская, а вторая, большая и великая Россия. Аплодисменты в адрес музыкантов не стихали еще долго. Несколько раз дирижер вновь возвращался на сцену, и оркестр на бис исполнял композиции. Ирина Полесик, Александр Левицкий, Первый Приднестровский.